Добрый день. Меня зовут Еремичев Андрей. Я расскажу вам об использовании многосайтовости в 1S Bittrex управления сайтом. Рассмотрим задачи, которые позволяют решить многосайтовость. Разработка сайта с несколькими языковыми версиями. Разработка мобильного сайта. Разработка дополнительных сайтов, подразделений и филиалов компании. Разработка сайта, интернет-магазина и его представительства. Сайты могут отличаться не только функционалом и наполнением, но и языковыми версиями. В стандартную поставку включены лицензии на 2 сайта. Если есть необходимость создать большее количество сайтов, то необходимо приобрести лицензию на дополнительный сайт. При использовании многосайтовости нужно учитывать, что сайты должны разрабатываться на одном ядре. То есть папки Bittrex и Upload необходимо сделать общими. При этом допускается использование только одной базы данных. Использование разных баз данных противоречит лицензионному соглашению и приведет к ошибкам в работе системы обновления. Также нужно учитывать, что в продукте будет единый администратор, у которого будет доступ ко всем данным и файлам сайтов. Если есть необходимость разграничивать права на сайты, то это можно сделать посредством заведения отдельной группы пользователей для каждого сайта и соответствующей настройке прав на файлы и информационные блоки для этих групп пользователей. На данном сайте видно, что при авторизации под пользователем администратора второго сайта файлы, относящиеся к первому сайту, доступны ему только для чтения. При этом файлы, относящиеся ко второму сайту, на котором он является администратором, доступны ему также и на запись. При реализации многосайтовости на разных доменах можно задействовать технологию переноса авторизации. Для этого нужно в настройках главного модуля установить чекбокс «Распространять авторизацию на все домены» на вкладке «Авторизация». Принцип данной технологии заключается в том, что информация об авторизованном пользователе хранится в куке на компьютере пользователя. Для передачи этой информации между сайтами в HTML-коде страницы вставляется МОГТЭК, в атрибуте SRC которого прописан путь к скрипту, в параметрах которого указывается содержимое куки. Информация передается в зашифрованном виде и подписывается зашифрованным лицензионным ключом используемого продукта. При выборе того, какой метод многосайтовости использовать, нужно учитывать, какие задачи вам необходимо решить. Если вам необходимо четкое разделение структуры данных и сервисов по сайтам, то нужно использовать метод реализации многосайтовости на разных доменах. Если необходимо разделение только данных и сервисов, то можно реализовать многосайтовость на одном домене.